Редактор субтитров А.Семкин Решили выяснить, кто же из них круче В новом Самом драйвовом Самом грандиозном Самом масштабном И самом эпичном сезоне Орла и Решки С премиальной картой Мастеркард мой уикенд всегда на высшем уровне Всем привет! С вами снова Орел и Розовая Решка И сегодня мы с этой прекрасной девушкой по имени Настя прилетели в Манчестер Что у нас здесь? У нас здесь джентльмены, джентльменши Это же родина всего самого интеллигентного и прекрасного Я по адресу Может у кого-то и джентльмены, но для меня, друзья, и вы сейчас меня поймете Это родина двух легендарных клубов Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити Вот зачем мы сюда приехали, это же футбол Все, что есть интересное во футболе, это зарплата футболистов Орел? Решка Hello, Манчестер Хочешь, перехочешь Сам Манчестер благословляет меня на то, чтобы эта розовая чудесность пошла и раздалась телечка в этом городе Пока, Андрюс Британская чопорность И футбол Королевские традиции И футбол Английская классика И футбол, футбол, футбол Мы в Манчестере Британия – это чопорность и классика И машина у меня будет подстать Классический англичанин Бентли Флайинг Спур 2013 года С личным чопорным водителем Года так шестидесятого Оля-ляааа Это что за Шик Блеск? Вот Бентли – одна из таких марок, которые мне на сто процентов подходят, потому что они внешне роскошны и внутренне в том числе. Вся эта великолепная кожа, помимо того, что она пахнет прекрасно, она еще и на ощупь. Ах, как моя кожа, нежная, да нельзя. Если у вас есть чуть больше денег, чем у Андрея Беднякова, обязательно берите такой автомобиль. Здесь вы можете, помимо видов из окна, насладиться просмотром какого-нибудь фильма или сериала. Далее, здесь есть столик и люк. А что еще надо? Что еще надо? Все, это все, что нужно. Потому что что, если в машине есть бутылочка шампанского, то остальное все и не надо. Вот эти все приблуды и штучки, в которых вообще мы, девочки, не разбираемся. Причем бутылочка не простая, а золотая. 50 баксов за литр. Ну, здравствуй. Ну, держись, Манчестер. Любое бюджетное приключение начинается с обменника. Я обожаю вот очень красивые деньги здесь в Британии, очень красивые. Прям я бы на них женился. Поменял, заплатил комиссию, денег мало, но на футбол я попаду всеми правдами и неправдами. Я же бедняков, ребята. Дополнительный стимул. А это значит, что в Манчестере мне придется экономить еще сильнее, чем обычно. И начну с проезда. Итак, такси. Сразу нет. Автобус? Тоже дороговато. Но есть выход. Местная электричка. Ездит быстро и стоит около 4 долларов. Боже, храни королеву, ребята. Прекрасно. Нужно только немного пройтись к вокзалу. Простите, а у вас есть билет на сегодняшний матч? Нет? У меня та же проблема. Ничего себе тут у вас плотненько. Ну, погнали. Англия, как же я по тебе скучала! По этому красному кирпичу всей этой английской прекрасности. Я еду и просто наслаждаюсь. Очень умиротворенненько, я вам скажу. Класс, мы же в Англии, братан, мы в Англии. Чего ты боишься? Ты же такой же турист, как и я. Так красиво. Ух, как я обалдею, что я в Англии, ребята. Как я соскучился по этой стране. Так красиво посмотрите. Хочется каждый вот этот домик облизывать просто. Ходить трогать этот красный кирпич. Это архитектура. Кстати, красный кирпич – фишка Манчестера. Три века назад местные строители заменили им дерево, чтобы город не страдал от пожаров. У меня скоро голова, наверное, открутится. Я хожу все время по сторонам – налево, направо, вверх, вниз. Да, что, красиво. Ну посмотрите, это же так круто, такая архитектура. Правда, сегодня старых домов в Манчестере становится все меньше. Какие-то старинные здания, вот как, например, вот это, граничат вот с такими. Ну это просто уродство, да, у тебя здесь история и сразу же стекло. Но мне это очень не нравится. Причина таких перестроек банальна. Раньше Манчестер был городом промышленной революции. На его территории было огромное количество заводов, фабрик и производственных цехов. Но потом вся эта история закончилась и здания остались пустовать. Но манчестерцы не растерялись. И на территории этих самых опустевших зданий начали открывать рестораны, кафешки, ну и прочие развлекательные истории. И теперь Манчестер называют городом вечного ремонта. Все что-то делают, город строится, город ремонтируется. Мне кажется, если приехать в Манчестер через пару лет, его можно не узнать. Так что, Настя, да, ты права. Город меняется. И меняется прямо у тебя на глазах. Из двухэтажного провинциального городка Манчестер превратился в архитектурный компот. Из строительных кранов, зданий в стиле викторианской готики и стеклянных новостроек. Таких вот зданий, хочется сказать, урбанистических, но я не помню, что это значит. По словам, красивые. Здесь много. Но туристы приезжают в Манчестер не архитектуры ради. Главной достопримечательностью Манчестера является футбол. Два великих больших клуба здесь – Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити – одни из самых популярных и самых дорогих футбольных клубов в мире. Их общая стоимость – более 6 миллиардов долларов. В этих командах собраны лучшие футболисты планеты. На двоих они выиграли более 90 престижных кубков и титулов, собрав почти миллиард фанатов по всему миру. То есть каждый седьмой житель Земли болеет за одну из манчестерских команд. Попасть на игру хотя бы одной из них – мечта любого болельщика. И я на нее попаду. Чего бы мне это не стоило. Ой, Андрюша, ну какой футбол? Лицо любого города – это его люди. Поэтому я предлагаю не тратить время, остановить машинку и пойти познакомиться с этим лицом. Как говорится, лицом к лицу. Британцы – это не только плохая погода и футбол. У них еще есть пара интересных фишек, о которых я вам сейчас расскажу. Факт номер один – английская вежливость. Британцы очень вежливые ребята. Ну, например, если вы спросите у него, как вам моя шуба, он ответит – отлично. Ну или в худшем случае – мило. Если вы услышали второй вариант, знайте – ваша шуба. Отстой. Извините, а что вы думаете о моей шубе? Спасибо. Я же говорила, моя шуба топчик. Факт номер два – странные развлечения. Так-так-так, червячочки-червячки, ну и где же вы, мои хорошие, а? Что? Вы думаете, я сошла с ума, что ли? А нет, в Британии есть целый чемпионат по ловле червей. Участникам выделяются участки земли с червями, а побеждает тот, кто насобирает больше. Так-так-так, о, кажется, я нашла, нашла. Нет, это не червь. Я села на крапиву жопу. И, наконец, факт номер три. Британцы очень любят накатить. У них даже есть выражение дринкин бинч. Что говорит о том, что нужно быстрее и как можно больше выпить, чтобы дойти до нужной кондиции. И это далеко не все особенности британцев. Так что этот уикенд будет интересным. Чтобы сэкономить на билет, нужно в первую очередь сэкономить на еде. И в Манчестере есть заведение, где можно и наесться от пуза, и не заплатить за это ни копейки. Что, братан, тоже 100 баксов? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Андрей зовут. Я слышал, у вас можно бесплатно поесть, это правда? Если съешь самый большой сэндвич за час, можешь за него не платить. Сколько это стоит? 20 фунтов. То есть вы понимаете, да? Тут как бы либо пан, либо пропал. 20 фунтов – это большой кусок от моего бюджета. Если честно, у меня совсем мало денег. Но есть большая цель попасть на матч Манчестер-Сити с Тоттенхан сегодня. Хорошая мечта. Так что у меня нет выхода. Я должен это съесть. Итак, всего за один час я должен втоптать. Огромный батон. 9 сосисок. 9 кусков бекона, 9 яиц и гору жареных грибов. Кроме того, к блюду подаются 9 хэшбраунов, что-то типа наших драников. 2 соуса и молочный коктейль. Твой заказ. Да нет. Вот это? Да расплюнуть. У тебя есть час, чтобы все это съесть. Готов? Да. Давайте начинать. Начали. Я не знаю, с чего обычно начинают в таких случаях, но начнем с хлеба. Условия конкурса строгие. Вставать из-за стола и пытаться разделить с кем-то еду запрещено. Очень вкусный хлеб. Посмотрим, что я скажу через 20 минут. Я буду бороться до конца. Ну, ребята, пока мне нормально, пока заходит. Это невозможно. Слушай, это просто реальный кошмар. Эй, ты что жульничаешь? Жулик. Доставай хэшбрауны из рюкзака. Я не жулик. Это всего лишь шутка. Хорошая попытка. Я же шучу. У тебя 10 минут осталось. В первую очередь я себя ненавижу. Я уже не могу есть. Закончил? О, кажется, ты проиграл. Попытка была неплохой. Спасибо. Чувствую себя не очень. Заверните мне с собой, пожалуйста. Уверен? Конечно. Я же вам за это заплачу. Да. Теперь это место любят не только халявщики, но и самоуверенные идиоты. Всем хорошего дня. Манчестер хоть и город перестроек, но есть здесь здания, которые сохранили свой первозданный вид. Как, например, мой пятизвездочный отель Готтэм. Он расположен в здании 1928 года. Класс! Посмотрите, как в стиле газет старых. Очаровательный. Какая прелесть. Интересно. Ого! И весь интерьер номеров в нем сохранили в популярном на то время стиле арт-деко. Блин, класс, класс. Обстановка номера выдержана в духе старого Голливуда. Черно-белые тона, блеск металла и роскошь меха. Я только сейчас поняла, насколько потрясающе роскошно я в своей вот этой вот шубке сюда подхожу. Каждая деталь здесь должна быть качественной, изысканной и кричаще броской. Помимо мелкого декора в номере есть три главные фишки. Металлическая ванна. Чтобы вы понимали, я практически в такой же мылась в детстве. Личный мини-бар. Первый раз за всю историю просто своего существования я в баре вижу молоко. Как это пить вообще? Что это вообще здесь делает? Ужас. Попрошу, чтобы больше не ставили. Ну и конечно, большая стилевая кровать. Ох, просто великолепно. Сань, ну давай по традиции, ну красиво будет, да? Ох, вот это да! Пять минут! Сухой шампунь не веет три в одном. Быстро и легко освежает прическу и придает объем. Всегда беру его в поездки. Самый дешевый билет на матч в Манчестер Сити стоит, внимание, 90 баксов. Таких денег у меня уже нет. Поэтому я пришел в паб, где собираются настоящие болельщики Манчестер Сити и смотрят футбол. Может, у них узнаю, есть ли какой-то шанс попасть. Для начала надо смешаться с толпой. Ну, чтобы втереться в доверие к местным. Для этого я возьму себе пиво. Скажите, а у вас нет лишнего билета на сегодняшнюю игру? У парней спроси. Может, что подскажут. Итак, попытка первая. Пробраться на матч нелегально. Может, есть шанс как-то прошмыгнуть на стадион без билета? Нет, без вариантов. Попытка вторая. Подружиться. Не против, если я присяду рядом? Спасибо. А вы из Кореи? Да, из Кореи. Не из Северной, случайно? Нет, из Южной. Скажите, а у вас нет лишнего билета на сегодняшнюю игру? Билета нет. Нет? Извини. Попытка номер три. Мужское обаяние. Девушка, не хотите меня пригласить на футбол? Нет, у меня парень есть. Нет? Ну ладно. Попытка четвертая. Выгодный обмен. Извините, а у вас есть билет на сегодняшний матч? Дам за билет браслет. И телефон сверху. Шляпу. Давай меняться, а? Нет? Ну ладно. Попытка пятая. Отчаянно отжать билет. А у тебя есть билет? Есть. А у меня нету. Отдай свой. Отдавай свой. Не отдам. Ну ладно. Ну вот, кажется, я сделал все, что смог. Здесь очень, конечно, круто, здорово, прекрасная атмосфера. Ну я не вижу смысла оставаться здесь до матча. Это еще четыре часа, четыре с лишним. Надо что-то пить, а денег у меня нету. Предлагаю заняться жильем и приехать сюда посмотреть игру. Ну вот так. Не падаем духом, не вешаем нос. Поехали. Как вы уже поняли, Манчестер живет футболом. И все главные развлечения здесь связаны с ним же. Самая популярная экскурсия в музей команды Манчестер Юнайтед. Начинается все с главной футбольной арены города. Ну что, дорогие друзья, вот он, святая святых, стадион Манчестер Юнайтед. Называется Олд Траффорд. Олд Траффорд. Гордость не только Манчестера, но и всей Англии. Во-первых, это самый громкий стадион в стране. Акустика от песен болельщиков здесь такая, что приравнивается к шуму взлетающего реактивного самолета. Во-вторых, это один из старейших стадионов Британии. В следующем году он будет праздновать свое ста-десятилетие. И в-третьих, это один из самых больших стадионов Европы. Представляете, друзья, на этом стадионе может собраться 75 тысяч человек. И я прям слышу, как кричат трибуны. Настюшка, опасность, выходи! В рамках экскурсии вы можете посидеть на месте болельщиков, посидеть на месте команды. Ну а в этой зоне сидит тренер и запасные игроки. То есть если бы я была игроком, я бы здесь не сидел. И пройтись вдоль кромки поля. Дорогие любители футбола, поймите, я не хочу никого обидеть. Но просто я правда не разбираюсь в этой игре. Ну и, наверное, для девочки это все-таки небольшое испытание. Но я пытаюсь его проходить с достоинством. Ну что-то в этом есть определенное. Газончик, например, интересный. Далее вас проведут в сам музей. Вот зал со всеми трофеями клуба. И, наконец, апофеоз экскурсии. Так-так-так, что у нас тут? Это же раздевалка, в которой переодевались сами игроки. Как интересно. Гораздо интереснее было бы, если бы они до сих пор сейчас здесь переодевались. А так… Короче, мне не понятен этот культ футбола, но типа я понимаю, что игра может быть интересная, да? И почему мужчины с удовольствием тратят на это время. Но я не совсем понимаю такую любовь, чтобы люди подходили к холодильникам и такие… А, это энергетические напитки они пили перед матчем. А вот здесь вот он сидел, здесь он клал свои ботиночки и носовые платки. А вот футболочка, в которую он играл… Блин, конечно, здесь будут и футболочки, и носовые платки, и энергетические напитки. Просто все ведут себя так, как будто мы пришли смотреть хорома Марии Стюарт. Мне это было бы, кстати, гораздо интереснее. И на этом экскурсия заканчивается. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Ну-ка, что хорошее для кое-кого я все-таки думаю сделать. Ну а жить я в Манчестере буду в пятизвездочной гостинице Хилтон. Номер, люкс, все как я люблю. Сейчас, хостел, вот он, знакомьтесь. Называется он YHA. Встречает хостел огромным уютным холлом, с книгами, настольными играми и даже кафешкой. Теперь посмотрим, что здесь с номерами. Здравствуйте, у вас есть свободная комната? Вы ищите. Мне нужна самая дешевая. Самая дешевая комната на четыре кровати стоит 25 фунтов. Ого, 25 фунтов? Да, это самый дешевый вариант. Ну что, пойдемте я вам устрою рум-тур, мои хорошие. Наверняка потрясающая комната. Итак, за 30 баксов я получил койко-место в небольшой комнатушке. Другого, в принципе, я ничего не ожидал от такой комнаты. Оно чистое просто не это самое главное. Вроде все чисто. Приятное постельное пахнет. Кроме этого, в моем распоряжении шкафчики для хранения вещей, общая душевая и большое окно с видом на каналы Манчестра. Запах не очень приятный от этого канала. Окно закрыть как? А вот так окно закрыть. Что в переводе означает «ты лошок, у тебя сто баксов на два дня, а твоя коллега спит в пятизвездочном отеле». Такой перевод этой фразы. «Там какой-то мужчина внизу хочет встретиться с вами». А вы точно уверены, что он пришел ко мне? Да, спуститесь к нему поговорить. Извините, а где он? Вот он. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день, Андрей. Да, это я. У меня для вас доставка. От мисс Анастасии. Большое вам спасибо. Всегда рад. Спасибо. Издевается сейчас на какую-то… А что внутри, вы не знаете? Да ладно. Извините. Ребятушки, это билет. Спасибо. Спасибо. Братан, стерва ты. Смотрите, ребята, у меня билет на Манчестер сити. Манчестер сити тикет. Тикет ту Манчестер стадион. Получайте. Ребятушки. Блин, ну зараза. Ну спасибо. Я никогда не думал, что я это скажу. Иди сюда. Просто иди сюда. Вот иди сюда. Вот иди сюда. Ты зачем мне? Спасибо. На здоровье, Андрюшенька. Я же это не просто так сделала. Припомню тебе в следующем городе. А пока 5 вечера на часах. А это значит, что пришло время традиционного английского чаепития. Привычка чаевничать родилась в Англии 500 лет назад. Тогда этот напиток из-за его высокой стоимости могли позволить себе только богачи. Ну а 5-ти часовой чай придумала королева Анна, которая хотела как-то заполнить паузу между ранним обедом и поздним ужином. Пить чай в Англии – это целый ритуал с кучей нюансов и сложностей, о которых я вам, мои хорошие, сейчас расскажу. Ну как я. Мы расскажем. И так, правило первое. Салфетка. Ну куда? Ты знаешь, для чего эти салфетки? Ну ты же воспитанная леди, посмотри на себя. Ты же должна знать. Берем, разворачиваем вот таким вот образом. Далее делаем вот такой вот равнобедренный треугольник и прекрасным образом выкладываем у себя на коленочках. Потому что если что-то будет сыпаться из твоего огромного рта, то оно упадет тебе не на коленки, а на платочек. Соберешь, отнесешь себе домой и съешь попозже. Правило второе. Чашка. Вот так пить категорически нельзя. Это признак дурного тона. 21 век, я прошу тебя. Пальчики вместе, плотненько, скрепили, не размыкаем и вот так вот пьем. Ладно, ладно. Давай-давай, учись. Не кривляйся. Правило третье. Закуски. Куда? В Англии к чаю принято подавать соленые закуски. Специальные сэндвичи. Сначала съедаем их. Вот теперь можем перейти к сладенькому. Ну и наконец, правило четвертое. Лимон. Если ты развощокая красавица, вдруг соберешься пить чай с молоком, английский, настоящий, то изначально нужно положить туда сахар, потом положить туда лимон и уже потом добавить туда молока. Только так и по-другому никак. Поняла? Я подытожу все это мероприятие. Ну это конечно хорошо, но вот съесть эти пироженки, знаете, они сами себе не съедят. А я тем временем уже на месте. Этихат – второй по значимости стадион Манчестера, где сегодня играет Манчестер Сити против футбольного клуба Тоттенхэм. Я до сих пор не верю, что у меня получилось. Я просто как пацан. Чудеса случаются, даже такие противные чудеса, как Ивлеева. Но в данном случае я готов целовать песок, по которому она ходила. Ребята, меньше слов, больше действий. Погнали! День матча в Англии – это всегда праздник. На футбол тут ходят семьями, районами и даже целыми заводами. А на игру такого клуба, как Манчестер Сити, приезжают фанаты со всех уголков мира. Так круто! Очень много людей. Я обожаю вот эту атмосферу, когда возле стадиона собираются люди, переговариваются. И что самое главное – процентов 80, наверное, в атрибутике Манчестер Сити. Все в каких-то голубых футболке, какие-то значки. Сразу видно – город живет футболом и сегодня будет супер игра. Надеюсь, я на фарт. Но главное действо, естественно, происходит в середине стадиона. И вот начинается шоу. На поле выносят герб клуба. Играет гимн команды. А в небо взмывают салюты. Посмотрите на эту красоту. Только посмотрите, какая здесь культура. Это просто космос. Ребята, что происходит. Какая здесь атмосфера. Хочу здесь жить. Звучит звездок рефери. Мяч в игре. Поехали, поехали. Но главное здесь даже не игра спортсменов, а атмосфера на стадионе. Каждый фанат с детства наизусть знает все кричалки и песни своего клуба. Поэтому все 55 тысяч болельщиков здесь превращаются в один живой организм. И перед каждым опасным моментом стадион замирает, как природа перед грозой. чтобы через секунду разразиться ревом радости. Так хотелось, чтобы выиграли Манчестер Сити. Но 2-2. Но матч получился очень крутой. Развязка в конце забили гол, но не засчитал судья. Короче, английский футбол – это космос. Второе по популярности после футбола развлечению манчестерцев – собачий бега. Что вы любите делать по вечерам? Вот британцы, например, собираются по вечерам на стадионе, для того, чтобы посмотреть, как собаки бегают за кроликом. Ну вот я пришел посмотреть, как собаки бегают за кроликом. Тут можно посмотреть, сделать ставки и выиграть денежки в бюджет. Прекрасные новости. С билета на футбол мне сегодня повезло, а значит день фартовый. Испытаю и здесь удачу. Почему бы и нет. Так, матч сегодня закончился со счетом 2-2. Значит, и собаку выберу под номером 2. Я поставил 5 фунтов на номер 2. Болеем за номер 2, ребята. После того, как ставки сделаны, зеваки собираются у трибун в ожидании начала. Вообще, конечно, очень классная атмосфера. Все так сидят, смотрят с любопытством, каждый что-то записывает, обмениваются мыслями. Такая, знаете, встреча одноклассников мне это напоминает. Все душевно. Ну и, конечно, пьют пиво. Куда же без этого. Мне кажется, англичане пьют пиво везде. Сразу хочу успокоить всех любителей природы. Зеленые. Они бегают не за настоящим кроликом. Прекратите там кричать, валать, бросать дротики в телевизор. С 18 века они уже за ним бегают. Не уточняется, те же собаки бегают за ним с 18 века или нет, но факт остается фактом. Кроль не настоящий. Фух. Начинается все просто. Сначала выпускают механического кролика, а затем спускают собаку. Гонка начинается. Давай, давай, давай. Давай, роднулечка, давай. Давай, 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 родная. Беги, 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 беги. А вторая вообще моя поставила номер два. Он вообще не дышит просто. Что такое? Слабак ты номер два. Ай, дрыщан. Петтифан проиграл. Номер два, смотри. Просто я фартовый. Номер два вот так вот. Вот зачем я сюда зашел? Шел мимо и шел бы дальше мимо. Прекрасно, просто прекрасно. Говорят, что вечером Манчестер снимает футбольные бутсы, прикуривает сигару вечерних огней, надевает смокинг и отправляется на крышу самого высокого здания в городе. Любоваться звездами. А где-то внизу бродят горожане и болтают о том, какой все-таки классный этот город Манчестер. У меня такое кайфовое настроение. Я даже вот здесь гуляю по каким-то закоулкам и мне так здорово. Эмоции вот реально переполняют. Друзья, ну правда, как в детстве. Жестяной таз. Вот он родненький. Только теперь я помещаюсь сюда целиком. Из соседней комнаты никто не орет. Наташа, положи, я сказал! Ну потому что что? Могу позволить себе жить отдельно. Спокойной ночи, друзья. Доброе утро. Я помятый батон. Хороший день будет сегодня. А еще я хочу найти всех этих машинистов поездов, которые начинают работать с пяти утра. Невозможно просто спать. Вопиющие. Просто вопиющие утренние новости. Хендрикс 11? Да последний раз, когда меня здесь никогда в жизни не было, было Хендрикс 9. Я очень ценю свое время, поэтому все упрощаю до максимума. Даже моя премиальная карта Мастеркард с бесконтактной оплатой. Теперь любые покупки совершаю за пару секунд. Друзьяшки, что вы видите? Ну? Да-да-да, талантливый, харизматичный ведущий. Ладно, ну чего вы так покраснел? Нет, за моей спиной. Правильно, это вокзал. Железнодорожный вокзал и не простой вам вокзал, а первый в мире. Называется он Ливерпул Роад. Свои двери он открыл в 1830-м. Именно отсюда уехал первый в мире поезд с пассажирами. Ветеран железной дороги работал для пассажиров целых 150 лет. А затем закрылся. Чтобы сегодня превратиться в Манчестерский музей науки и промышленности. Экспонатов в музее навалом. И первые швейные станки. И паровые двигатели. Но главная местная гордость, вот, растянулась она на целый зал. Вот такая первая вычислительная машина. Он же первый компьютер, который называется ласково. Бэйби. Рост этой малышки 2 метра, длина 7, а вес больше 20 тонн. А по функционалу это всего лишь калькулятор. Его можно взять с собой в поезд, взять с собой в поездку. Положил, посмотрел фильм, подключился к интернету, выложил фотку в инстаграм. Вы спросите, что вот это такое? А я вам скажу, это маленькая флешка, которую подсоединяешь и там есть 17 сериалов. Сегодня это, конечно, все вызывает улыбку. Но вот 70 лет назад Бэйби была произведением инженерного искусства. Пройдет 20 лет, 30-50 и на наши айфоны люди будут смотреть и говорить, боже, что это у них. И они поэтому звонили и выходили в интернет. Деревня. Уже не помню, друзья, когда я последний раз с бутылкой в поле носилась. Хотя нет, подождите, помню. Ну ладно, сейчас не об этом. Друзья, как вы понимаете, 100 долларов сами себя не найдут. Поэтому быстренько поднимаемся и отправляемся на поиски. Вот, кстати, и они. Крустящие. Манящие. 100 долларов. Записочка чудотворная, животворящая. Выходите из Таттон-парка, сворачиваете на Нацфорд-драйв и ищите дерево. Наша стильная британская бутылка прячется в его кроне и ждет встречи с вами. С первого дубля. Удачи. Манчестер, конечно, город симпатичный. Но в его окрестностях тоже много интересностей. Стихами заговорил. Видите, в его окрестностях тоже много интересностей. Покупайте мои сборники стихов. Ребята, завтра во всех книжных магазинах. Вы пока заказывайте онлайн, а я буду машину тормозить. Денег нет, добираться как-то нужно. Автостоп старый добрый. В какую сторону едут? Вот с этой. Есть, 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 есть. Простите, до Бёрнли не подвезете? Нам по пути? Супер. Да, отлично. Заходи. И этот парень тоже со мной. Садись давай быстрее, быстрее. Спасибо. Я отправился в городок Бёрнли. Именно здесь растет самое необычное дерево во всей Британии. Изготовлено оно из десятка стальных труб и имеет высоту 3 метра. Но главная его фишка в том, что оно поет. Вот эти все кусочки труб – это такой себе ансамбль. А главный режиссер здесь – это ветер. Потому что без ветра вся вот эта конструкция, она бы не работала. Видите, все спроектировано таким образом, чтобы ветер залетал в одну сторону и вылетал с другой. Тем самым дерево воспроизводит потрясающую мелодию. Поет дерево мрачновато. С такими вокальными данными только музыку для ужастиков записывать. Но местные все равно им очень гордятся. Это дерево было удостоено, кстати, национальной премии Королевского института британских архитекторов, чтоб вы понимали. Так что не хухры-мухры, а достояние. Да ну гудящая железяка. Нашел чем удивить. Вот я приехала в действительно крутое место. Как романтично звучит. Дьявола. Это как будто ты поел острых крыльев и запил это пивом. Да-да, вы не ослышались. В окрестностях Манчестера есть пещера под названием «Задница дьявола». Внутри пещера – это длинный лабиринт коридоров, гротов и узких лазов, которые растянулись на 20 км под землей. Грязненько, мокренько. Возраст пещеры доподлинно неизвестен, а ее история окутана десятками зловещих легенд. То здесь жили злые гномы, то был проход в ад, то, поговаривают, собирались сектанты и проводили свои черные обряды. Если бы ночью я такое увидела, я бы конечно перепугалась. 500 лет назад в этой пещере жили бандиты. Ну и само собой прятали здесь свои сокровища. Они придумывали разные мифы для того, чтобы народ сюда не совался, ну и соответственно не знал, где они прячут сокровища. Но главный вопрос остается открытым. Почему же все-таки задница? И вот вам ответ. Ну а вот, друзья, собственно, та самая задница дьявола. А почему она так называется? Да все потому, что она издает вот такой вот звук. Секрет в том, что стены пещеры состоят из пористого известняка. Набираясь влаги, порода оседает и получается вот такой звук. Именно из-за него пещера получила свое название. Обросла слухами и стала достопримечательностью. Тю, тоже мне достопримечательность. Вот я сейчас покажу действительно что-то интересное. Я пришел пройти главное испытание. Не заблудиться в лабиринте. Фух, звучит страшно. А если я вам скажу, что этот лабиринт по площади равен восьми стадионам Уэмбли. Впечатляет? Да, становится страшнее. Миллион ростков кукурузы. Страшнее? Ходят слухи, что один человек не мог выбраться из этого лабиринта более трех часов. Стоп. Вообще страшно. Я ж не такой. Я быстро пройду, ребята, я вас умоляю. Йорк Мейз. Это самый большой в мире кукурузный лабиринт. В Мейзе есть несколько входов и выходов. Все дорожки переплетены между собой и большинство заканчиваются тупиками. Вообще тебе при входе дают вот такую вот маленькую карту и, внимание, компас, который якобы должен тебе помогать. Каких-либо ограничений по времени нет, так что шататься в лабиринте можно часами. А поскольку вас не записывают при входе, то искать, скорее всего, не будут. Вообще, мне кажется, это идеальная штука вот кукуруза для лабиринта. Во-первых, посмотрите, какая она высокая. Метра три точно есть. И ты ничего не видишь. То есть, если бы были какие-то ориентиры, ты бы, если бы какие-то кустарочки, ты бы замечал. А тут она высокая, ничего практически не видно. Сюда вроде, да? Все, тупик. Пойдемте в ту сторону. Что ж ты опять по кругу? Куда ж идти? Конечно, хочется уже прийти. Перед глазами все одинаковое. Кукуруза, кусты, кусты, кукуруза, кукуруза, кусты, голый оператор, кукуруза, кукуруза, кукуруза. Не знаю, вообще карта не помогает. Ну как тут? Допустим, мы здесь и что? Угу, компас, все. Ну сейчас самое время сказать ту фразу, которую я хотел сказать уже очень давно. Помогите! Помогите! Выхода я не нашел, вышел через вход. Так тоже считается. Ой, ну скажешь тоже, экстремальщик кукурузный, сюда посмотри. Страх, опасность, адреналин, экстрим и драйв – это все не про то место, куда я сейчас пойду. Меня наоборот ждут очень добрые и увлекательные покатушки. Акведук Понткисилте. Это 200-летний водопроводный мост, по которому можно проплыть на каноэ на высоте 38 метров. Очаровательный костюм для плавания. Просто я создана для этого. Почему бы и нет, как говорится, дорогие дамы и господа, почему бы и нет. Цель проста и понятна. На вот этой вот лодочке нужно доплыть от одного конца моста до другого. Тх, делов-то. Друзья, ну я считаю, что, во-первых, это прекрасное времяпрепровождение, а во-вторых, если вы еще чудесным образом оденетесь так же радужно и прекрасно, как я, то настроение будет вдвойне великолепным. Ваааау. Вообще, конечно, это правда необычно. То есть, понимаете, друзья, я плыву по мосту. Офигеть. Очень классная задумка. Слушайте, правда, очень красиво. Но оказалось, что в этом развлечении есть свои подводные камни. Я уже откровенно говорю. Знаете, пешком, наверное, все-таки интереснее это было бы сделать. Ой, там еще пловцы, мои друзья. Меня не предупреждали, что тут будет встречка. Это попадалово. Баба в шубе плывет на них. Что может быть лучше? Это как автомобильное движение. На них плывет блондинка в розовой шубе. Ой, кажется, сейчас будет авария. Ой, Саня, прости. Бип-бип. Эм, да. Ох. Прости. А, шубка, капот, аааа. Чтобы намочило. За уикенд в Манчестере мы поняли, что чаем… Куда? И футболом… Здесь не отделаться. Бип-бип. Так что не хухры-мухры. Чтобы насладиться Манчестером нужна минимум неделя. Здравствуй! Которую не жалко потратить на самый атмосферный город Англии. Как же я по тебе скучала! Братан, мы в Англии! Так, червячочки, червячки. Это маленькая флешка. Настюшка, опасно! Спасибо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Андрюша! Наконец-то! 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 Всем спасибо, это был Манчестер! Увидимся в следующем городе!